Девушки отдыхают Я дал ей еще один день Теперь они знают, на что идут Господин прокурор, это плохое начало Это не я, а она И она сделала это очень громким голосом Если этот парень сотворит здесь что-нибудь еще Я возьму у нее показания Господин прокурор, пожалуйста, поймите меня правильно Профессор Нилюфер является также руководителем этой клиники Именно поэтому вам придется часто бывать рядом с ней Поэтому, думаю, вам следует сначала хорошо ее узнать Вы думаете, если я ее получше узнаю, она мне тоже понравится? Скажем, я надеюсь Если хотите, я могу организовать для вас ужин Ужин примирения? Что это было? Нет, мне правда интересно Что ты пытаешься сделать? Я пытаюсь делать свою работу Как и ты Послушай Я хочу, чтобы ты несла ответственность за этих детей Но ты слишком давишь на меня, Нилюфер Я тебя понимаю Ты хочешь использовать свои методы Я разрешаю это Но запомни Не настраивай против себя прокурора Это ставит сложную ситуацию не только тебя на и меня Позволь я Я тебе еще раз напомню Это образовательная исследовательская больница У нас есть фонд С которым мы связаны И там Есть другие люди Перед которыми я несу ответственность Если прокурор хочет делать свою работу как следует Он научится сотрудничать Если нет Я его научу Я не успела сказать тебе из-за этой всей кутерьмы Какой красивый у тебя пиджак Какого он цвета? Цветков граната? Он красный? Он не красный? Он чудесный И он тебе очень идет Мерси Купила его в интернете Не может быть Ах, Нилюфер Я купила его в интернете Хочешь, могу и тебе прислать его Пожалуйста Послушай Не сходи с темы Если поставишь меня В трудную ситуацию Я буду не на твоей стороне Ладно? Давай Пойду Что у тебя спрашивала эта докторша? Ничего О чем вы говорили? Скажи мне Она сказала, что я не пыталась покончить с собой Что это был стресс Я это знаю Что еще? Посмотри на это Она спросила о фотографиях Вы о них говорили Что вы чувствовали? О чем вы думали О чем вы думали и так далее Она задала много пустых вопросов Бесполезный разговор Бесполезный разговор Что еще? Когда я была внутри и не хотела выходить Она спросила, кого я ждала Я сказала, никого Я сказала, что не помню Я спрашиваю не об этом, девочка Мама, я не понимаю О чем ты Я все тебе рассказала Ой, дочка Что я могу тебе сказать? Будь все проклято Ты посмотри, что стало с домом Это мой любимый диван Посмотри, девочка Посмотри, что с ним стало Теперь это просто мусор Боже, если бы ты меня сожгла О, посмотри на это Посмотри на это О, господи Мама Самое главное, мы в порядке Мы вместе Нужно радоваться, так ведь? Да Все, что у меня было за все эти годы Все сгорело Все сгорело Мама Мама Девочка моя Ай Подожди От тебя пахнет Меня стошнит, клянусь Сходи в душ Это тебе пойдет на пользу Ай, моя занавеска Ай, моя занавеска Алло Я в порядке Я смотрела кино Ела попкорн Это скучное кино Это скучное кино Я хочу тебя Хочу кое о чем спросить Встретимся завтра Пойдем в кино Только мы вдвоем Ладно Ладно, супер Увидимся завтра Привет Как тебе тут нравится? По сравнению с детской колонией Думаю, здесь лучше Ты не делаешь мне одолжение Давай договоримся О чем же Итак Я скрою, что у тебя есть воображаемый друг А ты не сдашь меня Или у тебя реально крутой наркодилер Кто твой наркодилер? Какие наркотики ты принимаешь? Скажи Боже мой В любом случае Мы заключили отличную сделку Мне нравится Но имей в виду Если будешь упрямиться Сделка отменяется Ты защищаешь меня А я защищаю тебя Договорились Ты мне угрожаешь? Понимай, как хочешь Сейчас я перечислю свое слово Давай, пожалуйста Первое Я тут надолго не останусь Ты будешь мной заниматься Пока с меня не снимут обвинения Со мной не будут обращаться Как с этими психами А скажи-ка Почему ты не записываешь? Не надо Я и так запомню Не беспокойся Ладно Я буду делать то, что захочу И вот теперь Мое самое главное условие Никогда не запирай эту дверь Даже не прикрывай ее Что-нибудь еще? Еще? Принеси мои вещи в мою комнату Особое внимание Обрати на телефон Пока это все Если ты не сделаешь этого У нас будут проблемы Очень сильные Понимаешь? Ладно Во-первых Я говорила по телефону Но ты можешь продолжать верить во что хочешь Кьюзей, ты свободный человек Во-вторых В этом месте только один босс И это я Ладно Правила тут устанавливаю я А ты Сделай над собой Сверх усилия Пока не привыкнешь Согласен? Если ты сделаешь что-то плохое Не говоря уже о том Чтобы беспокоить других Я буду держать тебя Под постоянным наблюдением Я приставлю к тебе санитара Это просто чтобы ты знал И последнее Если ты когда-нибудь Будешь мне угрожать Один телефонный звонок И я отправлю тебя в колонию Договорились? Ладно? Я не понимаю Ты говоришь, что не боишься Если ты не боишься меня То почему ты помогла мне? Почему не отправила меня в колонию? Ты должна была прочитать мое дело в полиции Потому что я думаю, что тут есть кое-что еще Чего нет в твоем деле Обо мне все написано в моем деле Хорошо Но не нужно прикидываться Я редко ошибаюсь Завтра у нас первая сессия, ладно? Добро пожаловать, Кюзэй Сакэ Привет, брат Хасан Добро пожаловать Спасибо Приготовил роллы из листьев Смотри, последняя тарелка осталась Ура Роллы из листьев заказали там, но... А, неважно Отдайте их госпоже Я не буду их есть Все нормально Не надо Отдай ему Хорошо Брат Хасан Тогда мне порцию супа и салат С умахом и луком Договорились? Сию минуту Можно и чуть позже Спасибо Приятного аппетита Спасибо Хорошего вечера Хорошего вечера О, такой красивый парень Выглядит потрясающе Он брутальный, но романтичный Думаю, у него такое хрупкое сердце Боже, боже Мелифер Ты могла бы влюбиться в этого мужчину Пожалуйста Ну, пожалуйста Мелифер Пожалуйста 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 Ни за что Спасибо О, он смотрит на тебя Ему даже нравится твой неряшливый вид Посмотри на себя Я не могу пропустить такой возможности Мужчина поднялся Смотри Смотри Он идет сюда Ну, скажи да Скажи да Да Порции здесь довольно большие Поделимся Да Нет Ты тупая То есть Я не могу отказаться От такого предложения Да Да Прошу прощения Да Вы бы не могли Обслужить меня здесь Конечно О, и соль Хорошо Хотите заказать Что-нибудь еще? Нет Не хочу Если захочу Сама закажу Спасибо Подруга Мужчина джентльмен Пожалуйста Побежливее Этот мужчина тверд Как скала Нелюфер Нелюфер Я кому говорю Эй Алло Алло Нелюфер Достаточно Хорошо А нет А Простите Ты правда Тупая Хорошего вечера Спасибо Умирают голода Я тоже Вообще-то Я нашел новое место Я там недавно ел Веганскую еду И простые закуски Милая Волкан? Да, Волкан С твоего разрешения Конечно 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 Хорошего вечера Хорошего Добрый вечер Добрый вечер, Волкан Как ты? Спасибо Увидимся в восемь утра До скорого Как дела? Ничего А ты как? Я в порядке Не ожидала тебя увидеть Хотел сделать сюрприз Очень хорошо, что ты сказал ей про время усов Это было очень кстати, что ты сказал про время Я вас вижу тут впервые Я и пришел сюда впервые Угу Я знаю Я ужинаю здесь каждый вечер Вот как Я знаю Откуда? Я недавно в Стамбуле Я переехал и еще не успел обжиться Я устал каждый вечер есть лохмаджун кебаб Угу Пиццу И поэтому спросил у Сибел Ммм Сибел Ммм Угу Сибел Она сказала Есть один очень хороший ресторан А вас тоже упомянула Она сказала Вы ужинаете тут каждый вечер И я сказал О, ладно, хорошо Я увижу Нильфер А зачем вы хотели меня видеть? Ну, чтобы помириться Я имею в виду Вы протянули мне оливковую ветвь Ммм А вы предложили мне роллы из листьев В конце концов, это тоже лист Прекрасно Что ж, сегодня была тяжелая встреча Это отчасти моя вина Я думаю, я не совсем правильно выразился В конце концов, нам с вами работать Наши пути будут постоянно пересекаться Но одно дело работать, другое дело конфликт В любом случае, мы делаем разную работу Но в итоге есть граница Я думаю, у нас не будет проблем Например, моя граница Мой долг ясен Передавать подозреваемых правосудию Подозреваемых? Ваше дело диагноз и лечение Конечно, если человек болен Если мы снова начнем с того же, я, пожалуй... Не поймите меня неправильно Я не это имел в виду У нас произошел коммуникативный сбой Назовем это первым рабочим моментом Связанным с Кюзеем Вы скоро меня поймете Парень очень умный Но он манипулятор Начинается все с этого А потом пошло-поехало Если вовремя не принять меры Через несколько лет он превратится в гангстера Поэтому вы его арестовываете И отправляете его в исправительное учреждение Да, там жестко Но если он пройдет Через все это Он станет хорошим человеком Как сказал Зигмунд Фрейд Если справедливость восторжествует Наступит апокалипсис Сегодня этот мошенник победил апокалипсис В общем, да Мы начали жестко Но не обязательно, что это будет так Очень важен процесс Я думаю, мы сможем найти общий путь Думаю, в этот раз я выразился правильно Да нет, я из самого начала поняла вас И очень хорошо поняла Я наблюдала Вы объяснились Я решила вас не перебивать Чтобы его границы Чтобы его границы соблюдались Это прежде всего Это важно Но когда речь заходит о границах других людей К сожалению Люди не проявляют такого же уважения Не проявляют такого же уважения К правам и правилам Гневу, даже высокомерию Вы меня понимаете? Вот так-то Вы пытаетесь разрушить мои границы Вы меня не понимаете Я очень хорошо вас понимаю Но если вы хотите отодвинуть мои границы Мои границы будут обрезаны И будут они обрезаны Так же глубоко Как и ваш род Который Который слишком много говорит Я ясно выразилась? Наша сессия закончена Мне Мне больше нечего вам сказать Брат Хасан Пожалуйста, не беспокойся о столике Все в порядке, без проблем Запиши нам мой счет Доброго вечера Доброго вечера Можно счет, шеф? Нелюфира платила счет Приятного аппетита, господин Спасибо Сколько таблеток сегодня? Сколько таблеток сегодня? Нелюфер, скажи Господин Сами Если бы вы меня увидели Вы бы разозлились У прокурора на пальце Не было кольца Он или одинок Или вдовец Ты вообще видела? Ты ведь смотрела на его палец? Нет И при чем тут При чем тут я? Этот человек Законченный манипулятор Ты посмотри Какой экзаменатор выискался Ты кто такой вообще? Еще пытается так вежливо Меня настроить Кьюзей был нашим первым рабочим моментом Нам нужно понять наши границы И так далее, и так далее, и так далее Границы Границы не так рисуют Что он вообще Знает о границах А он секси Понятно? И я тебе говорю Ты пожалеешь Он был тем мужчиной В которого можно влюбиться Ты под впечатлением На самом деле Может, ты однажды в него и влюбишься Я Никогда в жизни Ни в кого Больше не влюблюсь Понятно тебе? Окей? Никогда Не говори никогда, Нелюфер Субтитры создавал DimaTorzok Ты настаиваешь пойти в школу Но еще слишком рано Пусть все утихнет Если тебе кто-нибудь что-нибудь скажет Ты с... Я в порядке Сколько мне еще прятаться? Что сделано, это сделано Ты что-то задумала? Послушай, девочка Если что-нибудь... Какое это имеет отношение к делу, мама? Хорошо, я приду за тобой И буду ждать у входа Не нужно Я что, ребенок? Синэм Никаких возражений Я подожду тебя здесь, у входа Ладно Давай, хороших уроков Иди Ладно, пока-пока И будь осторожна Синэм Доброе утро Я думала, ты не придешь сегодня И я и не пришла Ты меня не видела и не слышала Пока Алло Сибел А, привет А, пациентка, которую привезли Вчера у нее была сегодня сессия Мы спасли ее из пожара Синэм, да, да Синэм Не могла бы ты позвонить ей И спросить, все ли с ней в порядке Ладно, хорошо Ты рано Доброе утро Снова провела утро в больнице? Нет, я приехала рано, как и ты Что? А чего ты ожидаешь? Ты будешь ходить за мной целый день? Пока мы нормально не поговорим, да Ладно Тогда сделаем это в формате вопрос-ответ Давай без прерывов, пожалуйста, и быстро Итак Ты в порядке? Да, в порядке Ты принимаешь лекарства? Да, принимаю Что ж Кстати У меня лекарства закончились Можешь мне выписать новый рецепт? В смысле закончились? Ты должна принимать их 10 дней Да Ты увеличила дозу? Да Ты не можешь делать это самостоятельно Не забывай, я тоже врач Я твой врач, пойми это Ну, доктор, простите Не могли бы вы мне выписать рецепт? Да, мы в последний раз пили горячий шоколад Не помню Сделаем это сегодня Я бы с удовольствием, но... Ну что, Нелюфер? Потери контроля Потери контроля Это моментальное событие Это напряжение, которое было между тобой и прокурором вчера Рисковое решение, которое ты приняла, значит... Не беспокойся, ладно? Я беспокоюсь Я в порядке Ты тоже должна обеспокоиться Послушай, есть риск рецидива заболевания, которое нашли у тебя раньше Но сейчас к тебе прикованы взгляды не только до млыну и прокурора Если заподозрят хоть что-то, ты знаешь, что произойдет Будь осторожна Ладно Алло, да, Сибил Алло, Нелюфер, можешь говорить? Да, да, я слушаю Я поговорила с госпожой Злеем Синем пошла в школу Она себя хорошо чувствовала сегодня Ее мать не увидела в этом ничего плохого Сказала, что заберет ее вечером Она не пошла в школу Что ты имеешь в виду? Она сама отвела ее в школу Ладно Напиши мне номер школы, пожалуйста Хорошо Вообще-то я бы тоже приехала, но звонил прокурор Это срочно А, правда? А, я переехала Прости? Ну, если ты собираешься дать этому человеку мой адрес Он не должен стоять у дверей Очевидно, все прошло не очень хорошо Просто на случай, если ты захочешь исправить ситуацию В тупике может потребоваться шаг назад Если ты понимаешь Что? Не Лефеер Все равно Не Лефеер Продолжение следует... Простите, я подожду. Пожалуйста, проходите. Я тоже жду звонка. Скоро всё прояснится. Вы о чём? Неважно. Мы скоро вместе всё выясним. Большое вам спасибо. Я сходил в этот ресторан, о котором вы говорили. Да, я видел Нюлифер. Мы немного поболтали. Ясно. А как всё прошло? Немного пересолено, немного переперчено. Но в целом приятно. Вы о еде? Нет, о госпожине Нюлифер. А вы спрашивали о еде? Еда была прекрасной. Буду туда часто заходить. Когда будет возможность. Да? Ладно, спасибо. Да. Я забираю Кюзея под стражу. Я хочу, чтобы вы тоже поехали. Это не помешает. Я его друг поделился в сториз. Он веселится. Нет, я не буду. Нет, нет, не буду. Извините, я немного спешу. Позвоню тебе позже. Ладно? Хорошо, увидимся. Пока. Чем могу помочь? Я психиатр Нюлифер Тоска. Я приехала за Синем. Я её врач. Вы знаете, тема слишком деликатная, чтобы мы могли обмениваться информацией. Простите, как вы сказали? Синем Гергенуглу. Ваша ученица. Ученица, чьи обнажённые фото были разосланы по школе. А, понятно. Окей. Окей. Как вы отслеживаете ситуацию в школе в качестве службы поддержки? Э-э-э, её мать сказала, что это сделала её подруга. Но это не так, так что проблем нет. Нет, это проблема. Вся школа сейчас говорит об этом. Ну, конечно, об этом говорили, но с Синем была в порядке. Синем. Она сбросила вес, и многие даже не поняли, что это на этих фото она, и тема была закрыта. Госпожа, эта девочка не может прийти в школу. Нет, она ходит. Приходила даже в день происшествия. Мы сели, поговорили. Она отнеслась ко всему очень зрело. Так, у неё есть близкая подруга, насколько я знаю. Подруга, которой она послала фото по ошибке. Гездэ. О, вы её помните, это хорошо. Гездэ – гордость нашей школы, её всякий знает. Она выпускница нашей школы, наша особенная. Можно с ней увидеться? Она сейчас в классе. Ну, она же не сдаёт университетский экзамен. Окей. Я её приведу. Неудобно получилось. Мы дружили с начальной школы. У них были экзамены, и тех, кто успешно их сдал, определили в отдельный класс. Нас разделили. Наши классы укомплектовали, мы не могли часто видеться. Но мы переписывались по вечерам. Обычные разговоры. Она прислала мне это фото пару недель тому назад. Она злится на меня, потому что я удалила его. Но это же фото появилось два дня назад. В смысле злиться на тебя? Не знаю почему, но она на меня злится. То есть, ты удалила это фото и не поделилась им, так? Нет, я бы никогда этого не сделала. Ни с Синем, ни с кем-то ещё. А кто это сделал? Мам, я не знаю. Гёздэ. Это Синем расшарила фото? Посмотри на меня. Посмотри на меня. Гёздэ. Здравствуйте, тётя Азлем. Что ты делаешь тут? Что происходит? Госпожа Нелюфер? Что вы делаете здесь в школе? Синем сегодня не пришла на сессию. Честно говоря, мне интересно, пришла ли она в школу. А, я не поняла. Перед встречей с ней вы должны уведомить её мать. Разве это хорошо? Да, это я знаю, вы правы. Я могу увидеть Синем, госпожа Азлем? Ладно, я приведу её к вам завтра. А вообще-то у меня сегодня много времени. Когда она будет здесь? Гёздэ, Синем сегодня приходила в школу? Да, она скоро будет здесь. А какое занятие было сегодня? Кажется, биология. Я не уверена. О, боже, боже. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Господин прокурор, чему мы обязаны этим визитом? Мы здесь, чтобы забрать преступника. За повреждение общественной собственности. Я приведу его, господин прокурор. Кюзей? Тебя ждут. В чём дело? Кто меня ждёт? Кюзей. Полиция здесь. Они забирают тебя для дачи показаний. Идём. Подождите. Подождите. Доктор Нюллифер сказала, что я ещё на лечении. Сказала, что это ошибка, её лечение не окончено. Кюзей. Полиция у дверей. Где доктор Нюллифер? Я не пойду, пока её не увижу. Где она? Почему не позовёте? Ладно, успокойся. Я не могу успокоиться. Где доктор Нюллифер? Ответьте мне, где она? Я не пойду ни в какую тюрьму. Нет. Ладно. Успокойся. 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 Тише. Доктор Нюллифер. Нет. Доктор Нюллифер. Доктор Нюллифер. Отпустите. Отпустите меня. Доктор Нюллифер. Отпустите меня. Отпустите. Доктор Нюллифер. Где она? Где она? Отпустите. Отпустите меня. Нет. Где доктор Гелюфер? Скажите мне, где она? Где она? Где доктор Гелюфер? Скажите! Где она, прошу, скажите мне, ну где она? Скажите, где? КОНЕЦ Синэ, мне кажется, не любит фотографироваться Почему? Здесь нет её фотографий А, я и не замечала Мы сделаем их Кстати, госпожа Азли, пожарные получили отчёт о причине возгорания? Оно началось в моей комнате из-за свечи Мы же говорили вам Вы знаете что-то ещё? Нет, я не знаю Может быть, есть что-то, что вы знаете? Кстати, а где вы? Были в тот вечер Я помню, что вы откуда-то пришли Я была на дне рождения старой подруги Электричество пропало Синэм испугалась Я зажгла свечи везде Электричество не пропадало Госпожа Азли Я позже это выяснила А может, просто было отключение электричества? Здесь это часто случается? Я понимаю Где же она? Она сказала, что переоденется Мы заставляем вас ждать Нет, это не важно Я проверю Нет, она думала, что я была в школе Она не поняла Я попалась в последнюю минуту Мы увидимся завтра снова? Пожалуйста, давай встретимся Пожалуйста Синэм Это ты устроила пожар Что? Электричество не отключали Ты сделала это специально Мама, что за ерунду ты говоришь? Зачем мне поджигать дом? Я что, сумасшедшая? Замолчи Успокойся Не ври мне Ты знаешь, что случается, когда ты врешь? Мама Я не делала этого Электричество отключилось Я испугалась Поэтому я пошла и зажгла свечу Потом заснула Сколько раз я тебе говорила Это был несчастный случай Мама Мама, я не врукнусь Просто замолчи Просто замолчи Хватит Мы сядем и поговорим Но сначала Ты должна поговорить с этой женщиной О чем бы вы ни говорили Ты убедишь ее убраться отсюда Я не хочу, чтобы она была здесь Ты поняла? Я позову ее сюда А ты убери это И ничего не говори И не вздумай говорить лишнего Ты ясно и коротко ответишь На все ее вопросы Ты поняла? И на столе прибери Ты посмотри, посмотри Какой бардак На этот раз ты ничего не испортишь Ты слышишь меня?